Приветствую всех! Бару Хаше! Мы уже много с вами выучили, много прошли, много намолились. И теперь в этой брахе мы просим, чтобы наши молитвы были принятыми, чтобы мы были услышанными. Пару слов о строении молитв Сидури. На этой математике есть скобки внешние, скобки внутренние. У нас тоже самое. У нас эта молитва как внешняя скобка. Почему? Я объясню. Этой молитвой шмакулейна называется, просьба о принятии молитвы. Этой молитвой мы завершаем весь этот блок просьб, молитв, бархот. Кто говорил до этого? Этот блок состоял из 12 бархот. То есть первые три, это было обращение. Помните? А вот гворот гдуша. А вот гворот гдуша первые три. Теперь у нас еще были потом просьбы. Много просьб. Давайте перечислим. Если уже мы про это говорим. Первое было хонэнадад, понимание, бина, возвращение к Богу, чува, просьба о прощении, слиха, освобождение, геула, исцеление, руфуа, год процветания, река Ташаним, возвращение изданных, кибуцгулует, правосудие, дин, наказание. Злодеев разных. Биркат имени Ним называется. Праведники. Циди Ким. Восстановление Иерусалима. Бинян Иерусалим. Бальхуд Байдавид. 12. 12 барахот. И вот эта бараха завершает все эти просьбы. Она уже 13-я. Плюс первые 3. Всего у нас 16. И осталось еще 3 до завершения 19 барахот. Это внешние скобки. А внутренние скобки была наша прошлая молитва. Бальхуд Байдавид. Там мы закрыли просьбы, которые касались строительства Иерусалима. И этот блок закончился барахой о воцарении царя. Вот такая схема молитвы. Теперь давайте разберем эту молитву Шмак Кулейну, которую мы просили, чтобы мы были услышаны, что все, что мы просили, было услышано и поднялось к Творцу. Взглянем на слова. Это не эта болитва, это другая. Это мы уже проходили. Это мы уже проходили. Да. О! Вот она. Аварахаман. Шмак Кулейну. Ашем Илюкейну. Хус Варахем Алейну. Да, можно показать стрелкой. Сейчас вторая строчка. Векабель варахаминь, у барацион, от тфилатейну. Галишelles Иставки. Галишель. Аху Малькейну. Реган Аль ташевану. Ханену Ваанину. Галишель. 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 Вот такая получилась браха, немножко длинная, но давайте разбираться с самого начала. Это Нусах Сфарт, Нусах Ашкинас, он покороче. Те, кому трудно, может стоить взять Нусах Ашкинас. Шма Кулейну, это начало. Хус, Ве, Рахэм, Алейну. Есть слово Хус, Ве, Слава, Рахэм. Это слова похожие. Тут написано «пощади и смилуйся». Хус, да то, что пощадит, относится больше к чему-то, чем человек очень дорожит, ему это дорого. Например, если мастер, он какое-то изделие изготовил, не на производстве, а своими руками что-то сделал, что-то занимало время, он этим изделием теперь дорожит его. Это называется Охас, Хас, да, он им дорожит, он над ним дрожит. То же самое мы просим, что Ашем, ты нас сделал, мы твои, производство твоих рук, мы твои деяния. Да поэтому Хус, как тот мастер, он жалеет то, что он сделал, тоже ты, Хус, Ве, Рахэм, Алейну. Эти два глагола, Хус, Ве, Рахэм, это повредительное наклонение, Хус, инфинитив будет Ла Хус, а тут инфинитив Ла Рахэм, Рахэм, это тоже просьба, Рахэм, Алейну. Алейну это предлог, который идет с глаголами и Ла Хус, и Ла Рахэм. Мы знаем, что в иврите очень важно знать, какой предлог идет после глагола. Так вот, после глагола Ла Хус всегда будет Аль, Ла Хус, Аль, Ла Рахэм, Аль, то есть пощадить кого-то, Ла Хус, Аль, Мишу. Да, есть милость над кем-то тоже, Ла Рахэм, Аль, Мишу. Тут написано Хус, Ве, Рахэм, Алейну, О нас, Алейну. Ве, Кабель, Кабель, это снова влительное наклонение, это все, как бы, все эти просьбы, они идут, как бы, такие просьбы, да, Хус, Рахэм, Кабель, прими, что прими, Барахамим, Уварацон, Эт Филатейну. Да, прими, то что мы молились, молимся, Барахамим, Уварацон, то есть пусть наша молитва будет желанным, Уварацон это желание, прими с желанием, Уварацон, Эт Филатейну. Наши, наши молитвы. Ки кель шумеа, Тфилот ватахнуним ата. Ведь ты, кель, Бог, который слышишь, слышишь нас, слышишь наши молитвы. Тут написано два слова, Тфилот ватахнуним. Тфилот и тахнуним. Тут переводится молитвам и мольбам. Ну и в чем разница между молитвами и мольбами, спрашивается. Это интересно очень. Мы знаем, что, тоже интересно, что на русском даже, слово молитва похоже на слово Маладзьба. Когда какое-то зерно измельчают, Маладзьба, молитва очень похожа. И только на рите это созвучно. В рите слово Литхон это созвучно. Тхина, Тхина, Таханнуним это созвучно. Хотя там пишется по-разному, Литхон это с буквой Т, измельчать, а Тхина с буквой Т, но это созвучно. То есть, объяснение такое, что Тхина, как мы знаем слова Таханун, Таханун, Тахнуним, это как бы умолять, подробно-подробно, как мелкое, что-то хорошее. Это мольба такая, Таханун. А слово Тфила трудно объяснить. Ребби Излюбавич, Любавщики Ребби, он говорит, что слово Тфила, Литхполель, это не переводится ни на какой язык. Такое слово интересно, что его нельзя перевести. Но мы постараемся по корню определить, в чем смысл этого слова Литхполель. Что такое Литхполель? Мы просим, чтобы наша молитва была услышана. Так что такое молитва? Маза Литхполель, Тфила. Какой корень? Литхполель, Тфила. Ну, может быть, корень Пээламет-ламет. Пээламет-ламет. И проверим в Торе, где-то слово встречается. Есть послух, на самом деле, послух со словом, с этим корнем похожим. Говорит Рахель. Рахель Эмейну. После рождения второго ребенка у ее служанки Бил-А. Вот Якова, конечно же. Она говорит так. Она дает ему имя, этому ребенку. Она говорит так. Нефтулей и люким, нефтальти и махути. Такой послух. Нефтулей и люким, нефтальти и махути. И она его называет именем Нафталий. Нафталий. И тут-то мы видим, что нефтальти, нефтулим, нефтальти, корень очень похожий. Что имеется в этом послухе? Что такое нефтулим, нефтулей и люким, нефтальти и махути? Комментаторы объясняют немножко по-разному. Скажем, два объяснения. Первое объяснение такое, что нефтулим, нефтальти и махути. То есть теперь я со своей сестрой Леей, сестра Лея моя, теперь я с ней связана. Почему? Потому что теперь мы обе принимаем участие в рождении детей Якову. На этот момент у Леи уже были дети от Якова. Рувен, Шимон, Леви, Иуда родились у Леи. После этого Лея дала тоже свою служанку, Зильпа, Якову, чтобы тоже от нее родились дети у Якова. Так или иначе, говорит Рахель, что как у Леи были дети от Якова, теперь у меня тоже есть дети от Якова. Надо отметить, что когда родился Нафталий, то Лея уже дала свою служанку Якову. То есть они как бы были в одном статусе. То есть и та, и та, и Рахеляля, они рожают детям детей Якова. Поэтому он говорит, я теперь связан со своей сестрой, как бы одна компания, мы вместе. Это слово нефтулим, быть вместе, вместе с кем-то, это нефтулим. Поэтому когда мы молимся, тфила, это мы вместе с Ашемом. Мы с ним как бы связываемся, связка. Первое объяснение. Второе объяснение, что такое нефтулим, это как бы извиваться. То есть, говорит Рахель, которая очень хотела детей от Якова, и у нее не получалось. Она говорит так, я искал разные пути в молитве. Пыталась так, и так, и так, и так, и так молиться, так, и так, с разных углов атаковать. И буквально как извивалась в молитве. И в конце концов получилось. Я получил то, что я хотела. Теперь я тоже рожаю, моя служанка, потом тоже она. Теперь я тоже как бы содействую тому, чтобы у Якова были дети. Что так важно для детей Якова? Потому что мы знаем, что и Рахель и Иля не понимали, что они приняли участие в возвращении 12 колен. 12 колен Израиля. Теперь. Мы сказали, что слово тфила корень пэ ламит ламит. Этот же корень связан с понятием суд. Плелим. Это суд. В молитве человеку он как бы проходит как бы суд. Сам себя судит. Еще тфила можно объяснить как раздумья. Человек думает о чем-то, что-то анализирует. Умозаключение. Подводит итоги. Это тоже в слове тфила. Это мы видим тоже из истории. Книга Берешит. Пэрек Мэмхэт. Глава Ваехи. Написано так. Йомри Исраэль. Исраэль Тьяков. Эль Йосеф. Ро фанеха ло филальти. Ло филальти. Вот это слово. Филальти. Пэ ламит ламит. Ро фанеха ло филальти. Говорит Яков Йосефу, когда он его встречает в Египте. Он был так рад. Он говорит. Ро фанеха ло филальти. Увидеть лицо твое. Я даже не надеялся. Я даже не думал. Слово думать. Да. Раздумья. Я даже не думал. Даже не помышлял о том, что я увижу твое лицо. Где-то сказали, что тебя там дикие животные загрызли. Дали-дали мне даже рубашку в крови. Кто знает, что я увижу твое лицо? Ро фанеха ло филальти. Да. Размышлять. И мы сказали, что это размышления, суд. И детство тоже по-русски, тоже по-русски эти слова связаны. Суд и рассуждать. Суд и рассуждать. Тоже слова похожие. Это все понятие твила. То есть в молитве человек рассуждает. Так и так общается с Творцом. С ним связывается. Судит свои поступки. Думает о результатах поступок. Что ему положено, что ему не положено. Просит о чем-то. И так далее. Это все понятие твила. Но наши подсчеты могут быть ошибочными. Мы думаем так, мы рассуждаем так. А мы можем ошибаться. Поэтому мы просим в молитве. Это дальше наша молитва идет. Наша молитва. Давайте посмотрим на слова молитвы. Шма кулейну. Еще раз начнем сначала. Аварахаман. Этого нету. Ашкинасты этого нету. Аварахаман. Шма кулейну. Ашемилу кейну. Хус варахем алейну. Векабель варахамиму варазон эс твилатэйну. Молитву нашу. Ки кель шомеа твилот ватахнуним ата. Ведь ты слышишь молитву. Твилот ватахнуним. Ата. Надо говорить ата. Когда мы молимся. Когда мы молимся, надо говорить ата. Твилот ватахнуним ата. Удерение на первый слог. Вот в этом случае, потому что это окончание предложения. Ки кель шомеа твилт ватахнуним ата. И дальше. У милефанеха малькену рекам аль тиши вейну. То есть мы так молимся, мы рассуждаем. Но может быть мы недостойны. Поэтому мы просим. Милефанеха перед тобой. Малькену царь наш. Мы обращались к себе как отец наш. Мы уже понимаем, что у нас царь. Поэтому, пожалуйста, от нас себя не отлучай. Рекам аль тиши вейну. То есть с пустыми руками. Рек это пустое. Рек это пустое. Рек. Рек. Пустое. Мале. Полное. Рек пустое. То есть. Рекам аль тиши вейну. То есть не возвращай нас с молитвы с пустыми руками. Чтобы мысли без ничего. И дальше есть три точки. Тут еще есть написано. Ханену анейну. Шмат вилатейну. Этого нету. Ну, Сахашкина. Дальше есть три точки. Интересно, что дальше в этих три точках можно добавить наконец-то свои личные индивидуальные молитвы. То есть наконец-то мы как бы отмолились все по псидури, по книге. И теперь есть место добавить что-то от себя. И на самом деле в псидурах почти всегда уже есть эта добавка, эта вставка дополнительная. И о чем она идет? Конец мне же о припитании. Конец мне же о припитании. Вопрос в первую очередь припитания. Припитания. Тут я этого не привел. Может, в правительство мастердуре написана эта вставка на припитание. Некоторые туда добавляют тфилатадырых. Те, кто молится прямо непосредственно перед выходом в путь, перед как они выезжают в путь, они знают, что там будут говорить тфилатадырых. Они говорят, это здесь. Почему? Потому что окончание дальше оно такое же, как тфилатадырых. Тоже там говорится. Ки ата шумеа тфилот тфилат амхай сребархамим. Там, конечно, тфилат тфилат амхай сребархамим. Очень похоже окончание. Давайте посмотрим. После вставки. Ки ата шумеа тфилат коль пэ амхай сребархамим. Так написано. Ки ата шумеа тфилат коль пэ амхай сребархамим. Потому что ты слышишь тфилат коль пэ амхай сребархамим. Тфилат коль пэ амхай сребархамим. Да, ты слышишь молитву из уст народа твоего Израиля, кольпе, да, кольпе, из каждых уст ты слышишь, ты внемлешь каждым устам, амхай сраэль. Конечно же, барахамим, это очень важно, барахамим, барахамим, с милостью, потому что, опять-таки, мы просим, чтобы у нас молитва была принята барахамим, а не за какие-то наши заслуги, которых может нам не хватать, чтобы молитва поднялась. И дальше, в конце, мы говорим, баруха Таошем, баруха Таошем, шумея твила. Да, это еще раз переведем, это Таошеме твилат кольпе, амхай сраэль барахамим, ведь ты внемлешь молитвам, молитве устов каждого народа Израиля, барахамим. Даже если мы, если какие-то загородки, какие-то заморочки, которые мешают нашим молитвам, да, что-то вот мешает, есть такое понятие, что заслон, да, молитва не идет, все равно, пожалуйста, на смелости и услышь нашу молитву, услышь нашу молитву и прими ее, конечно, что такое услышь, прими. Мы говорим, баруха Таошем шуме твила, шуме, имеется, не просто слышишь, а я слышал, я слышал, все, я слышал, нет, шуме твила, ты слышишь и принимаешь. Рад Таошем, чтобы наши молитвы были годными, чтобы мы молились хорошо. Всех благ, до новых встреч, спасибо.